Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о диаграмме Канта. На этапе реализации проекта, постройки дома из газобетона, я наглядно покажу, как это можно сделать. Итак, в первом листе мы видим ТЗ. У нас здесь этапы проекта, всего их получается 45. Внизу мы видим корпоративные цвета компании, которые нам необходимо использовать для земельных работ, для возведения стен и, соответственно, для кровли. Добавляем новый лист, называем его проект. Далее, что нам необходимо понимать, то что количество столбцов в листе у нас ограничено. В данном случае через функцию столбец мы можем видеть, что их 26. Нам их необходимо как минимум на 2 года, это получается в районе 700. Делаем Ctrl-Shift вправо и с помощью горячих клавиш Ctrl-Alt-Io, Ctrl-Alt-Io. Вот, и получается таких ставок нам необходимо сделать в районе 5. Далее опять Ctrl-Shift вправо, Ctrl-Alt-Io, Ctrl-Alt-Io. Далее опять повторяем операцию и вставляем еще определенное количество строк. Проверяем количество столбцов, проверяем номер столбца, который мы добавили. 1092. Отлично. Этого будет достаточно. Далее, что нам необходимо сделать, это перенести этапы проекта с первого листа во второй. Ctrl-C. Переходим во второй лист. И с ячейки A2 делаем ставку. Специальную ставку вставить только значение. Увеличиваем ширину столбца. Далее нам необходимо написать количество дней, которое будет отведено на данную работу. Чтобы сделать перенос, нам нужно нажать Alt-Enter. Далее у нас дата начала периода. Также Alt-Enter. И дата окончания. Отлично. Теперь нам необходимо определить день, с которого будет начинаться наш проект. Пускай это будет 01.05.2020. Далее, количество дней, которые мы будем использовать. Это у нас, допустим, возьмем функцию случай между. Случь между у нас нагенерирует случайные числа между единицей и десятью. Нажмем Enter. Применим формат числа. И растянем вниз. Как мы видим, все отлично зашло. Далее, дата окончания у нас считается по формуле B2 плюс C2. Соответственно, дата окончания будет равна дате начала. Когда эта работа закончилась, соответственно, начинается следующая работа. И здесь у нас та же формула, это плюс это. То есть, дата окончания плюс дата начала. Двойным щелчком прощелкиваем вниз, получаем результат. То есть, у нас рассчитались этапы проекта, в зависимости от количества дней. Далее, нам необходимо посчитать даты. Дата начала у нас будет равна здесь. Следующая дата у нас будет равна дата с ячейки E1 плюс единицу. Выделяем Ctrl-C. Тем самым у нас ставились числа до 2023 года. Отлично. После чего нам необходимо выделить столбец, нажать Ctrl-Shift вправо и, потянув за пересечение столбцов, уменьшить ширину строки. У нас получилась вот такая конструкция. Далее, переворачиваем текст с выравниванием внизу по середине. То есть, выбираем направление текста, повернуть текст вверх. Видим результат. Отлично. Далее, нам необходимо разобраться с цветами. До 14 строки. Да, то есть, до горизонтальной гидроизоляции фундамента. Нам необходимо сделать коричневым. Берем свет, который нам указали. Берем коричневый. Заходим в первый лист. И, соответственно, с первой строки выбираем заливка. Другой. И сюда вставляем код в формате шести символов. Ок. Есть. Да, здесь мы выбираем заливка. И наш цвет, который мы определили. Далее, выделяем две строки. Берем формат по образцу и до 14 строки выделяем. Далее у нас идет в синий цвет. Да, соответственно, вот отсюда мы заходим, выбираем заливка. Добавляем свет. Ок. Выделяем две ячейки. Берем формат и до 31 растягиваем. И, соответственно, мы заходим в заключительную ячейку. Берем бежевый. Выделяем. Выделяем. Заходим в заливка. Добавить свет заливки. Вставляем наш код. И, соответственно, выделяем две строки и растягиваем их вниз. То есть у нас получился график. Здесь нам необходимо его немного оформить. Выбрать шрифт. Sentry Gothic или Comfort. Кому как удобнее. Вот. Далее. Нам также необходимо оформить цифры. Тем же самым шрифтом. Ок. Так. Теперь, соответственно, мы прописываем формулу. Для этого нам необходимо написать функцию если. Далее указать если дата начала. В данном случае данная. Меньше или равна ячейке Е1. Соответственно, значит. И второе условие. Если данная дата больше или равна ячейке Е1. То есть если оба этих условия выполнены. Тогда мы ставим здесь пробел. Если нет, значит две двойные кавычки вместе. Что означает пустоту. Фиксируем по строке, по столбцу, чтобы у нас не было протяжки. И, соответственно, нажимаем Enter. После написания формулы мы ее копируем. Протягиваем вниз. И через Ctrl-Shift право вставляем правые клавиши. Выбираем условное форматирование. И определяем цвет для формата. В данном случае можно применить синий цвет. Готово. Ок. Возвращаемся в первоначальную стадию таблицы. И, соответственно, видим результат. После чего нам необходимо зафиксировать столбец и строку. То есть мы заходим в вид. Закрепить. И выбираем закрепить первую строку. Тем самым при прокрутке вниз она не будет смещаться. И вторым действием мы выбираем закрепить до текущего столбца. Обратите внимание, что в столбце D он после него будет закреплен. Ок. Теперь мы заходим в вид. Сетка. Отключаем. И далее нам необходимо сделать это правая граница. Делаем правая граница. Соответственно, и левая граница. Копируем. Копируем. Ctrl-Shift право. Специальная вставка. И выбираем ставить только форматы. Ок. Возвращаемся на первую ячейку. Видим результат. То, что у нас, да, видно какая дата. Видно, к какому именно числу она относится. Да, соответственно, и как она будет распределяться. Теперь для отчетности в левом верхнем углу ячейки мы можем записать следующую информацию. Это дата начала, дата окончания. И, соответственно, количество дней до этой даты. То есть, для того, чтобы определить дату начала, мы пишем равно, в двойных кавычках пишем дата начала. Можно использовать раз, два, три, четыре, пять пробелов. Да, чтобы выравнивание было по левому. Дата начала, двоеточие, пробел, двоеточие. Сцепить с функцией текст. Функция текст у нас преобразует формат даты начала, соответственно, в текст. И далее нам необходимо на английском языке написать dd, mm. И, соответственно, четыре даты. Давайте посмотрим, как это выглядит. Да, у нас есть дата начала. Отлично. Далее нам необходимо определить дату окончания. Для этого мы посмотрим заключительную ячейку. Это 0,7. Это ячейка d46. Да, мы также ее с этой сцепи. Получается, выделяем, копируем. И через Alt-Enter выбираем то же самое, вставляем, только здесь ячейка d46. И, соответственно, дата окончания. Дата окончания. Дата окончания. Видим результат. Чтобы у нас был перенос, нам необходимо дописать функцию символ 10, которая сделает перенос строки. И, соответственно, выравнивание поставить по левому краю. Видим, дата начала, дата окончания. И также можно добавить количество дней, оставшихся до окончания строки. Да, количество дней. Дней осталось. И здесь мы берем сегодня. Соответственно, функцию сегодня отнимаем от даты окончания. Окончание сегодня минус, получается, d2. Соответственно, здесь мы также используем символ 10 для переноса строки. И нажимаем Enter. Как мы видим, результат. Количество дней. 112 осталось до окончания проекта. Дата начала есть, дата окончания. Соответственно, если какая-то дата здесь у нас поменяется, допустим, на 14, да, она также будет пересчитана и показывает всегда актуальную информацию. Давайте уменьшим масштаб и посмотрим, как она выглядит. Да, то есть, видим все этапы проектов, где он заканчивается, да, и так далее. Если у нас настолько большая она получается, да, потом в дальнейшем, чтобы она побыстрее работала, вот эти данные можно удалить. Да, соответственно, что приведет к ускорению скорости работы. Ну, и внизу тоже самое сделать. Да, удалить. Тем самым у нас получается диаграмма проектов, более известная, как диаграмма Ганта. На этом все. Ставим пальцы вверх. Подписываемся на канал, пишем комментарии. А диаграмма Ганта, как сделать диаграмму Ганта в Google таблицах. Всем большое спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok